Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами вновь разговариваем про сахар в вине. Очень много появляется ваших вопросов, как добавить, сколько добавить, как правильно добавить, когда добавить. Чтобы не отвечать каждому по отдельности, я выпускаю это видео, хотя тема сахара на канале обсуждалась и не раз. Но давайте сначала, прежде чем вообще говорить о сахаре, вспомним классификацию вин. Итак, вина у нас есть. Первое, сухие. Сухое вино, это вино, в котором сахар выбродил полностью. Независимо от того, добавляли вы сахар, либо не добавляли, там он выбродил полностью. И это получится сухое вино. Если у вас, к примеру, в винограде своего сахара было мало, вы его досыпали и этот сахар полностью выбродил, это все равно будет сухое вино. Дальше полусухие, полусладкие, сладкие делятся в зависимости от наличия несброженного сахара. И эти вина по правильной технологии, это не добавленный сахар, это сахар свой. Просто брожение в определенный момент останавливается. И таким образом у нас остается часть вот этого несброженного сахара. Вы скажете мне, а как же получить вот этот остаточный сахар, если виноград изначально был не очень сладкий? Если в принципе у винограда, например, стандартно, ну так, более-менее стандартно, 20-22% сахаристости. Так вот, для того, чтобы получить сильные сладкие вина, существуют специальные технологии концентрации вот этих сахаров в виноградной ягоде. Это не добавление сахара, это концентрация своих сахаров. Например, увяливание. В Испании есть такие, так называемые, соломенные вина. Когда виноградные гроздья укладывают на солому, я не знаю, делают ли это сейчас, но раньше это точно делали, укладывали на соломенные маты и держали достаточно долгое время. Возможно, что месяц и больше получался практически изюм. Прессовали, получали вино. Это вина, полученный из винограда, пораженного благородной плесенью. В определенный момент эта плесень развивается таким образом, что ягодка становится практически изюмленной. Мало воды, много сахара. Делают тоже десертные вина. Сладкие вина. Это вина, которые спиртуют. То есть, немножечко они побродили. Дальше добавили спирт. Брожение этим спиртом остановилось и осталось достаточно много сахара. Вот что такое правильное вина с содержанием сахара. Но никак не добавление внешнее. При этом вы должны понимать, что самое стабильное из этих вин. Что такое стабильность вина? Это его возможность к хранению без каких-либо специальных условий. Так вот, лучше всего храниться вино сухое. Как раз таки потому, что сахара там уже нет. И ни дрожжам, ни другим микроорганизмам развиваться там, скажем так, не очень хорошо. Конечно, могут быть исключения. Но, тем не менее, это самое стабильное вино. Как только у вина появляется остаточный сахар, это вино нестабильное. И сейчас буду пояснять, почему. Остаточный сахар может потребляться дрожжами. В принципе, это основное их питание. То есть, например, у вас вино выбродило, вы бы хотели послаще. Вы сахар добавили, оно стало бродить заново. Оно может, кстати, начать не сразу бродить, а через некоторое время. И потом вы получаете взорванные крышки, ну и прочее. Ничего, кроме, конечно, испорченной посуды страшного не будет. Но вы не получите то сладкое вино, которое вы бы хотели. Но это еще полбеды. Если оно хорошо было укупорено, сахара не очень много, можете получить тигристый вариант. Тоже неплохой, но есть ситуация гораздо хуже. В вине, кроме дрожжей, живут еще другие микроорганизмы. В вине живут молочнокислые бактерии, которые на самом деле приносят на большую пользу. Они осуществляют яблочно-молочное брожение, которое делает вино мягче, делает вино приятнее, перерабатывая. Эти бактерии перерабатывают яблочную резкую кислоту в более мягкую молочную. Так вот, если у нас есть остаточный сахар, то эти бактерии с удовольствием его покушают и разложат на молочную кислоту и уксусную кислоту. Что мы получаем в результате? Это не будет чисто уксус, уксусной кислоты будет меньше, но вино становится резким и неприятным. То есть, внесением сахара мы способствуем порче вина. Если мы хотим вносить сахар, то в таком случае вино надо пастеризовать, потому что иначе оно нестабильно. Если вы в магазине возьмете бутылку полусухого или полусладкого вина, то очень часто вы на этикетке найдете, кроме использования диоксида серой, еще одну добавку, по-моему, сарбиновая кислота, если я не ошибаюсь, она останавливает брожение. То есть, понимаете, там используют химические агенты для того, чтобы это вино стабилизировать, чтобы оно не начало опять какие-то процессы производить там внутри. Поэтому никакого добавления сахара без специальной обработки после брожения мы не делаем, несмотря на то, что вы бы хотели получить нечто более сладкое. Мы поговорим, как это сделать. Следующее возражение, которое у вас может появиться, и мне писали об этом в комментариях. Да вы что, сахар же консервант. Да, консервант в определенной дозе. Есть такое эмпирическое правило Делли, которое гласит о том, что для того, чтобы вино было более-менее стабильным, ему надо иметь 80 консервирующих единиц. При этом 1% спирта дает 4,5 консервирующие единицы. 1% сахара равен 1 консервирующей единице. И вот в сумме у нас должно получиться 80. Тогда это вино будет стабильно. Но это правило работает не всегда. Бывают исключения. То есть, понимаем, что это будет крепкое сладкое вино. А мы не всегда хотим сильно крепко и сильно сладко. Поэтому прежде чем добавлять сахар, подумайте об этом. Следующий момент. Для чего вы хотите внести сахар? Вам хочется послаще? Либо вам хочется менее кисло? Это две большие разницы. Я об этом говорила в видео про кислотность вина. Ссылки под видео, нажав кнопку еще, я вам оставлю, чтобы вы могли посмотреть более подробно. Так вот, сахар кислоту ни в коем случае не убирает. Он лишь ее маскирует. Более того, вино в процессе проходит несколько этапов. И на некоторых из этих этапов происходит снижение вот этой самой кислотности, той кислоты, которую мы ощущаем. Сначала оно в процессе брожения немножко уменьшается, уровень кислоты. Потом спиртовое брожение у нас закончилось. Начинается яблочно-молочное брожение. Будем говорить о нем отдельно, но не успеваю я так много роликов снимать. То есть, в момент яблочно-молочного брожения часть кислоты снижается. И потом еще снижается при выпадении винного камня. Так вот, если мы по окончании спиртового брожения сразу же досыпаем сахар, мы помним, что эти бактерии могут скушать этот сахар и испортить вино. Значит, нам что надо сделать? Нам надо пастеризовать. И мы что делаем? Яблочно-молочное брожение, все, его не будет. Мы там всех убьем. И что мы получаем? Сахар мы добавили, но от кислоты мы не избавились. Более того, мы специально ее там оставили. Понимаете? При этом сама доза сахара, поскольку вино у нас будет на тот момент еще казаться кислее, оно еще не прошло, свой жизненный цикл. Мы будем добавлять сахара много. А потом вот оно, допустим, мы его пастеризовали, потом выпал винный камень, кислотность уменьшилась, и оно может получиться уже не таким. То есть сахара может получиться много. Если вы добавили, то часть кислоты ушла, восприятие сладкого вкуса колеблется на балансе сахара и кислоты. Поэтому, если вдруг вы хотите добавить сахар для вкуса, не спешите это делать. Дайте вину пройти все его жизненные циклы. Пусть оно отбродит, пусть пройдет яблочно-молочное ображение. Это такое, для тех, кто слышит об этом первый раз, это такое очень замедленное ображение, которое идет очень-очень долго. Там перчатка почти опущена, ну чуть-чуть что-то есть, затворчик чуть-чуть стоит на разных уровнях. Вот это яблочно-молочное ображение, вот пусть пройдет оно, пусть выпадет винный камень. И только тогда вы уже пробуете и понимаете, что если вы хотите добавить сахар, то вы можете его добавить. Но тоже как бы есть две тонкости. Если вы, вот сразу винный камень выпал, вы сахар добавили и ничего не делаете, то не исключено, что через некоторое время какие-то процессы могут пойти вновь. Потому что да, выдержка на холоде, она вино стабилизирует. Но тем не менее, достаточно одного микроорганизма, чтобы запустить какой-то процесс. Он запустится медленно, но он запустится. Поэтому если мы делаем сразу после этого, мы вино пастеризуем. Но это лишнее действие. Другой вариант, как мне кажется, самый простой. Вот это все, это, конечно, неправильно по технологиям. Но если очень хочется, в конце концов, вы делаете для себя и под свой вкус. Так вот, второй вариант, он гораздо более простой. Вы решили сегодня выпить вина? Достали, налили там графин в какую-то емкость. Попробовали, понимаем, что хотелось бы чуть слаще. Досыпали сахарку по вкусу, размешали и пейте. Ну, либо там за пару дней, за пару дней ничего не случится. Там оно отстоится немножечко, как бы вкус гармонизируется. То есть за пару дней. Это самое простое. Ну, если у вас был хороший виноград, у которого своего сахара было достаточно, у которого не очень высокая кислота, которая хорошо и правильно отбродила, то у вас и сухое вино, оно не будет кислым. Оно будет очень вкусным. И попробуйте его, если вам вино кажется немножко кисловатым, попробуйте с чем-то соленым. С соленым сыром, с соленым мясом, с соленой колбаской. Даже с воблой. Как-нибудь про воблу вам расскажу отдельно. Ну, попробуйте. Вы очень удивитесь. Потому что вкус, казалось бы, кислого вина меняется настолько в восприятии, вплоть до сладкого. Вино становится потрясающе мягким. Я вам рекомендую, попробуйте. Добавить сахара вы успеете всегда. Но, если у вас все было хорошо с сырьем, то я уверена, что в сухом варианте, когда вы попробуете ваше вино, когда вы его распробуете, вы больше не захотите ничего добавлять. И, подводя итог моему монологу, и отвечая на ваш вопрос, когда же добавлять сахар, если нам сахар нужен именно для вкуса, то мы добавляем его непосредственно перед употреблением. Это будет самый простой и самый надежный способ. Либо после того, как у нас вино постояло на холоде, после того, как выпал винный камень, добавили и пастеризовали. Тогда ваше вино будет храниться. В ином случае, я вам рассказала, какие могут быть опасности. И если мы добавляем сахар для того, чтобы повысить потенциальную спиртуозность, но своего почему-то у нас в сырье оказалось мало. Я об этом тоже очень много раз говорила, но на всякий случай повторяюсь, такой сахар мы добавляем в самом начале и только в строгом соответствии с расчетами. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Напоминаю, что ссылки на другие полезные видео я вам оставлю под этим роликом, нажав кнопку еще. Там же будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!